Прошу прощения, дорогие гости, за некоторые технические неполадки. Я еще раз рад поприветствовать всех вас от имени Центра славянских культур Библиотеки иностранной литературы имени Рудомино. Меня зовут Еремен Денис, я являюсь сотрудником Центра славянских культур. И я рад представить вам нашего гостя, Георгий Николаевич Энгельгарта, научного сотрудника Института славянного ведения РАН. И он расскажет нам интересную лекцию о творчестве Женка Прыжуля. Спасибо большое. Денис, еще раз добрый вечер. Уважаемые друзья, надеюсь, что сейчас у нас технически все удастся. И действительно я буду рад рассказать о том, как видят боснийские воины 20 века. Боснийский, а на самом деле, наверное, все-таки прежде всего сербский писатель Жель Копыржуль. Писатель из Сараева. Собственно, тема этой лекции, она родилась у нас с Центром славянских культур так достаточно своеобразно, потому что изначально Центр интересовало что-то, так сказать, как попросил рассказать о наступающем сейчас юбилее Дейтонских соглашений, остановивших войну в Боснии. И я как-то подумал, что да, вот надо, ну, если рассказать о Дейтоне, значит, надо рассказать о боснийской войне, но обо всем этом, всех этих печальных политических событиях, ну, как правило, все-таки у нас люди, вообще интересующиеся Балканами, более-менее знают. А вот мне показалось интереснее и, может быть, как-то полезнее попробовать посмотреть на это не через сухое перечисление политических событий, сражений, переговоров и подписаний документов, а посмотреть на это взглядом писателя, действительно, очень хорошего, на мой взгляд, очень хорошего писателя, который все это пережил в прямом смысле на себе, а попутно, уже в своем творчестве, он обращался и к событиям историческим и, в общем, тоже пропускал их через свой опыт. И вот, собственно, этот человек, зовут его Жилько Пыржуль, живет он, сейчас он живет в Восточном Сараево. А раньше он жил на Иледже, это Сараевский квартал, ну, обычный, обычный квартал, таких средних многоэтажек, кто был Сараево, наверное, и кто был в Югославии, бывший, представляет, примерно, о чем идет речь. Вот, ну, вот волей судьбы, совершенно, так сказать, вне зависимости от желаний, в первую очередь, жителей этого места, когда в Боснии в 92-м году началась гражданская война, то, наверное, может быть, главным фронтом этой войны на какое-то время стал Сараево. А Иледже, вот этот квартал, он действительно волей судьбы стал таким ключом, ключом, так сказать, к сербской осаде Сараево. И сам оказал, контроль на Иледже взяли сербы, и с самого начала войны они поставили этот район под свой контроль. Ну, вот, сами оказались фактически на Атшибе. Вот тут, на этой картинке, под номером 4, как раз показан этот район. Фактически они находились между, в самом узком месте этой осады, дальше всего от других сербских позиций, и между, собственно, осажденным Сараево и основной территорией боснийских мусульман, которые, собственно, постоянно старались город деблокировать, а для этого им нужно было взять эту Иледжу и этот район. И, в общем, его жители, они оказались, в любом смысле, между молотом и наковальней. Жиль Капырджуль, он, так сказать, тогда был совсем молодой человек, еще не было ему 30 лет. Человек абсолютно вне какой-то, так сказать, неполитический. Даже успел получить высшее образование, что, в общем, для многих его соседей было нетипично. И, когда началось, ну, собственно, когда дело пошло к войне, то жизнь его забросила в армию. И в этой самой Ивалиджанской бригаде он провоевал всю войну, причем провоевал командиром ударного отряда. И, собственно, все вот эти три года, половина года войны в Сараево, он, если хлебнул в полной мере, потерял он там, потерял он брата на этой войне, отца, потерял он очень многих своих друзей. И вот, собственно, вот эта картинка с задней обложки его романа «Одни на белом свете». И вот тут фотографии мы видим, значит, молодых людей там с оружием. Вот из них четверо, нет, вру, пятеро. Пятеро синим цветом, так сказать, да, а остальные таком зеленоватым. Вот зеленоватым – это погибшие. Это его друзья, его соседи, с кем он воевал вместе, вот кто из них выжил. Выделен сам автор, который в романе «Одни на белом свете» и в предыдущей книге, собственно, первой книге сборники рассказов «Братья по улице» он фигурирует под именем Горькини. И, собственно, изначально его творчество, конечно, было посвящено памяти друзей, с которыми он все это прошел, памяти тех, кто погиб, памяти тех, кто страдал. И написал Желька Пуджу на самом деле достаточно много. Вот это просто такой, может быть, даже уже неполный список его, неполная его библиография. И интересно, что он начинал писать, начинал он писать прямо во время войны. И писал он, в частности, его тексты появлялись, писал в Белградские журналы, посылал. И тексты его появлялись в том числе, например, в «Дуге», в культурном, литературном, частично политическом журнале в середине 90-х годов, в Белградском. И, в общем, его, например, его действительно высоко оценивали такие, высоко о нем отзывается такой, скажем, писатель, как Небышеврич. Как раз тоже прошел бывший военным корреспондентом, он был военным корреспондентом и на Боснийской войне. Но вот надо сразу сказать, что Джуль, он не стал военным корреспондентом. И, в принципе, даже вот в романе у него проскакивает такое место, когда видно, что ему предлагали перейти в пиар-отдел, в пропаганду. Но он не захотел, а почему не захотел? Потому что не захотел то, что это, если заниматься пропагандой, надо воспевать начальников, надо воспевать героических легендарных командиров. А он, и вот, на мой взгляд, это очень ценный момент, это прежде всего, прежде всего, такой, если угодно, волк-одиночка. Он хочет писать о том, что он видит, и о том, как он видит. Не о том, как это видят и как хотят, чтобы это видели другие дорогие любимые начальники, о которых он, как раз, очевидно, как и многие его товарищи, заброшенные на самое такое пекло и дальше всех от начальства, от снабжения, от помощи. Он, кстати, почувствовал, что приходилось им рассчитывать только на себя. В таком пике пишет, что вот тогда между двумя линиями обороны 400 метров, и мы понимаем, что никто, ну, не в каком-то, да, там, литературном смысле, там, высоком, что никто там нас не спасет, он говорит, ну, прям практически вот мы на первой линии, а мать набивает нам полинетную ленту. А если она не набьет, то нам ее никто не набьет. И эта жизнь тут никуда не деться. Вот такой его опыт. Он дает ему, естественно, при том, что он действительно участвовал и участвовал в такой самой, что ли, в очень жестокой, в очень интенсивной городской войне. И это дает ему, дало ему очень такое своеобразное видение. Потому что как раз вот описание городской войны, которое есть и в «Братьев по улице», уже потом в том, что в романе, который вырос из них, вот, недавно стал публиковаться, в «Одни на белом свете», это роман о ком. Это роман, роман во многом сейчас, на мой взгляд, ставший таким, ну, пророческим. Он написан о обычных молодых людях из обычного провинциального европейского города, которые живут абсолютно обычной жизнью, там, начала 90-х годов. Ну, я думаю, и которые в целом не собираются участвовать ни в политике. У них своя жизнь, у них свои развлечения, у них свои, в смысле, обычные, которые представимы, я думаю, каждому человеку. И совершенно, так сказать, последняя мысль, которая у них в голове, это, значит, что надо будет откуда-то доставать стволы и потом с кем-то, и потом воевать с кем-то, причем не с кем-то, а со своими соседями. И это он подчеркивает, вот, очень, это проходит красным ничем. Но вдруг вот эта нормальная жизнь совершенно неожиданно для этих людей, но совершенно как-то так вот неумолимо, неостановимо проскальзывает и проваливается в гражданскую войну. И, ну, сейчас, может быть, да, это и выглядит, да, как-то, ну, вот, ну, вот, для них это было потрясением. Я думаю, что таким же потрясением это было для людей. Сейчас уже, на самом деле, можно даже так говорить, да, что для многих людей стало потрясением то же самое в Донбассе. А потом вот в самое последнее время вдруг мы видим, что такие же потрясения происходят, ну, может быть, не в такой степени. Ну, вот последняя, да, вот эта эпидемия, она, собственно, весь мир изменила жизнь всему миру тоже резко, совершенно неожиданно, непонятно, но, как мы видим, пока, в общем, достаточно надолго и достаточно не с нами. И вот этот момент провала жизни нормальной в какое-то совершенно непонятное существование как раз переживает Джуль, показывает его. он, наверное, и вот что здесь тоже очень интересно с точки зрения вот каких-то, ну, может быть, да, там, теоретиков, как он занимается, техническими войнами, гражданскими, а, к сожалению, мы видим, что это явления, которые сейчас распространяются и распространяются, будет не только элемент, если угодно, да, Третьего мира, но мы почему-то начинаем как-то постепенно проникать и в мир более благополучный. И вот тут, мне кажется, наблюдение Джуль как раз по войне с Аравицкой очень интересно, потому что он показывает, насколько эта война, насколько вот конфликт, ненависть, они, будучи внешне, то есть не внешне, будучи там неожиданно в чем-то для людей, а насколько они рвут какие-то человеческие отношения, и в итоге остаются только, в итоге остаются самые отношения, самые фундаментальные, вот, скажем так, самые крупные отношения этнические, потому что, что тоже, на мой взгляд, очень интересно, для этого писателя не свойственна какая-то, скажем так, этническая ненависть. Боснийские мусульмане, хорваты, да, для него враги. Враги, он с ними воюет, но одновременно есть масса соседей. Хорватов, меньше мусульман, вернее, наоборот, меньше хорватов, больше мусульман, как раз для Сараева, он описывает. И он показывает, очень интересно показывает, как постепенно рвутся отношения между, по ходу конфликта, как рвутся отношения между соседями, до какой границы они рвутся. Что друзья, бывшие друзья, они, при том, что пока эти отношения остаются, да, люди помогают друг другу. Но, что тоже, на мой взгляд, вот в чем ценен его взгляд, мы часто сейчас, да, в каком-то медийном мире, мы часто все смотрим некоторыми либо такими, да, картинками, ну, представлениями сценарными, да, там, из фильмов. Люди были плохие, потом они исправились, стали хорошие, получился хиппиэнт, они были хорошие, там, испортились, получилось плохо. Все, как бы, окончено, так сказать, the end, точка. Жуй показывает, что такого, что точки нету. Что люди могут помочь друг другу. Но эта помощь не означает, что они все забыли. Они все помнят. И эта помощь имеет границы. Люди могут, товарищ может один помнить. Люди играли вместе в рок-группе. И с ходом войны разбили гитары, и каждый ушел в свою сторону. И когда надо помочь вытащить родителей с той стороны, или когда надо помочь вынести тело погибшего с той стороны, они помогают друг другу, но не более. И они встретятся, они могут встретиться и выпить. Так старое доброе время. Но оба при этом понимают, что старого доброго времени уже нет. Что друг другу у них счетов нет, конкретно у этих двух людей. Но от войны они никуда не денутся. И от ее наследия они никуда не денутся. И это, мне кажется, такой важный момент, чтобы понимать современную боснийскую действительность. Мы смотрим, что 25 лет прошло, международное сообщество, огромные усилия. Интеграция страны, значит, люди не воюют, там границ нет. Но все равно почему-то есть между ними такая невидимая, стеклянная, прозрачная стена. Как раз Бржуль постоянно показывает, как она возникает, как она функционирует, как рушатся там межнациональные браки, несмотря на огромное усилие людей спасти их, держать. Люди действуют там наперекор всему, полагают усилия. И все равно вот перед этим таким бульдозером судьбы деваться никуда не могут. Их вот этот неумолимый молох судьбы растаскивает в сторону. И очень еще такой важный момент, то, что название «Одни на белом свете» – это ощущение вот этих обычных нормальных людей, оказавшихся в адской ситуации. Что весь мир живет, как будто ни в чем не бывало, у всех все нормально. А мы как идиоты, а мы варимся в этом аду. Все празднуют Новый год, на элисейских полях пьем шампанское, а мы сидим, значит, на позиции в разрушенном здании. И никуда нам от этого не ляться. И вот то, что тогда люди, то, что переживали люди в Боснии, ну вот сейчас там потихонечку вот этот выплат из нормальности, он периодически распространяется. Это тот опыт, который, к сожалению, касается все большего и большего количества людей. И все большее количество мест. И вот как раз такой его взгляд на это с точки зрения такого всеугодно трагического реализма, он и ценен, и интересен, и, конечно, заслуживает, по-моему, это внимания. Внимания, ну, в том числе и нашего российского читателя, потому что это просто полезный экзистенциальный опыт жизни. И сейчас вот я попробую, если мы можем попробовать вывести господина Пыржуля на связь. Ага, Сада, покушай. Сада, 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 ОДЛЕЧНО. Поздравлям Русиу, поздравлям Тебе, поздравлям Све читавцы у Руси. Изузетно ми е част да могу да се обратим читавцима из земли, из кои су поникли наиболи писи на свете. Для меня очень приятно иметь возможность обратиться к читателям из страны, давшей миру ряд великих писателей. Ни усту се нисам надоо да ће се, как писац, обращати русским читавцима, я сам се писанем почео бавити сасвим случайно. Ми никогда не приходило в голову што когда-то придется обращаться к русским читателям, ведь я и писать на начал совершенно случайно. Повенствено, я сам гражданинский инженер и у литературу са мушао да би своје ратне другове овековечио да не остану изгублену историю. Я, по цей професии, я инженер-строитель и литературой я стал заниматься для того, чтобы увековечить память своих боевых товарищей, для того, чтобы они не остались, чтобы они не стерлись из человеческой памяти. Потому что они не простые парни, которые всегда остаются где-то и не замечают политики, в крупных событиях. А на самом деле они не совершили очень многое. И, к сожалению, большинство из них погибло. Моја желја, первенствено, је била да их, да неким будущим поколениам в Республице Српској оставим пријачуванням, а лету, то је стало мало значајнее, тако да се сад то читай и в Грузи. Хвала Тебе. И изначально мне хотелось, чтобы будущее поколение в Республике Српској получили возможность узнать об этих людях что-то. А сейчас, оказывается, даже потихоньку об этом узнајут и в России. И мне это, на самом деле, очень приятно. Не знам што још. Рат у Сарајеву, то су дичаки који су вообще нису припремали за рат. Они су живили неке своје другое животе и Рат у Сарајеву нас је све изденадио. Међутим, они су рефлексивно то ураду, а јаса рефлексивно поставил писак. И вот эти вот для нас, вот этих сарајевских парней, мы никогда никакой войне не готовились, не учились. И у последних пятьсто година от пропаси Српској државе, кој знаја колико је било ај таквих людей, који се борули против разних оккупатора, који су остали незабележени у Српској и у свејцкој литературе? И последние, на протяжении пятьсот лет после пятьсот лет османского завоевания в сербской истории было очень много таких людей, восстававших против захватчиков. Но они оставались неотмеченими и фактически забытыми мировой историей, мировой литературой. И тако, после успеха первой книги «Браћа Паулици», онда сам себя мало безобразио, па сам почео да истражујем српску историю, почео сам да пишем приће о разним временским периодима и книге, и да неке историске српске личности «Браћа» поново оживља. А после успеха моей первой книги «Браћа Паулици» я обнаглел и стал писать о других периодах сербской истории, обращаться к другим деятелям и пытаться тоже их оживить и приблизить читателям. Тако да имам, да се појавље у моји романама «Појенова» се оживљава лик «Хайдука» који је убијен в 2006. и неке године, чију су главу однијали сутану на поклон, који је тотално био заборављено у историји. Да се појављу разни чатници у Првом свјетском рату, то су ликови доброволјци који сућествовали у одране српску, који је поново оживљао. Так, например, я написал об одном абсолютно забытом сербском гайдуке 17 века, чью голову отсвекли и доставили в подарок Стамбул султану. Так же я писал о сербских чатниках Первой мировой войны. И, наверное, потому, что я простой инженер-строитель, совершенно без филологического и исторического образования, я настолько, так сказать, ну я дерзаю заниматься этими областями туда Сујусь, но вот, што делать? Нисам оптеречен званичном историју, који су нам на Балкану намислили, 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 намислили Ватикан и Немачка, а нисам ни книжен образума да сад о неким формам книжен не размишљам, јар ја о томе тек сад учим. Я не настолько владею официальной историей, которую нам по-многому сформировали Германия и Ватикан, и не настолько литературно изощрјен, и, конечно, я об этих вещах сам по-многому учујся, когда это пишју, но это меня интересует. Сви твои романи имају једну заједничку линју, то је линја породите Видаш, коју ја пратим до сад је пратим от 1600 години до 2000 години. И вси эти романи је объединяјат така длинја геројов, это семја Видаш, семја Видаши. То је једна горштаќка породица, која је мене веома близка, и чии су представники, зависно от временског ситуације и временског периода, учествовали у разни српским устанцима, бунама, ратујима и т.д. Это семја горцов, која је очень мне близка, если не сказать, что родна. И је представители в разной эпохе все время участвовали в разных восстанијах, воинах, с турками и другими врагами. Јер познато је, да је код Срба, вероятно, и код Руса, да је кисти породице ратују, а је кистија генетика, а је кистија, а је кистија, а је кистија, а је се измечу устраја. Потому что у Србајања и, вероятно, у Рускијања. Також получается, что одним семјам выпадает все время воеводец, а другим выпадает как-то от этого ухладеца в сторонку. И, вероятно, я слишком много говорив о воинах. И, вероятно, я слишком много говорив о воинах, и је кистија воина, војна, и много в мојих романах. И, вероятно, они таки получаются очень мужские, а нежности, какихто любовных линиј, с этим, конечно, получается плохо, мало, но такой недостатак и есть. Али зато је имам оправданње. У Србија једини народ кој је ратувао против свих у том историјском тренутку највећих свјетских сил. Ми смо ратували против Турске, кад је вил најачар против Острогарске, против Немачке, неколка пута. И знам, и Дусису, али ми смо ратували против НАТО. Может быть, је имам одно оправданње, потому что так уж получилось, что такой мысерба народ, который умудрялся и умудрялся војвать со всеми великими силами, великими державами в момент их наивысшего могущества. Мы воевали с турками, когда они были на пике своей силы, мы воевали с Германией в момент её взлёта, ну и в конце концов пришлось нам воевать и с НАТО. А не има нас ни 10 млн. А нас 10 млн. не наберётся. То е то. И вот ваша хвала с Желико. Хвала тебе ёсчин. Позраў. Позраў. И действительно, то, о чём говорит Желико, это, наверное, то, о чём я хотел сказать, наверное, уже сейчас в завершающей части. Я принёс показать двухтомный роман Рука Анджела, посвящённый Первой мировой войне и тому, что пережили… Кстати, пережили не только сербы, но и… и башняки, и мусульмане, в какой-то степени хорваты, и сербы в Серби, так сказать, сербы в Большой Сербии, а в первую очередь сербы в Боснийске. И вот как раз я на что бы хотел действительно обратить внимание, что Жюль – писатель, с одной стороны… он, да, писатель… явно такой, писатель сербской литературы, но он и очень выраженный… именно серб боснийский, и описывает он судьбу своих соседей, своих соплеменников, очень-очень внимательно и очень… даже не то, чтобы тщательно, а, скажем… не случайно он сейчас упоминал, что, скажем, в романе «Рука ангела»… да, там огромный кусок посвящён, огромный блок посвящён молодой боснийце, Гаврилу Принцеву, его товарищам, как они совершали своё покушение… сразу же… это идёт в начале, да, он показывает их стремление, их патриотическое горение, стремление к свободе, и тут же он показывает очень подробно ту страшную цену, которую за это заплатили не только они сами, а, в общем, практически все они погибли. Так или иначе, погибли страшно погибли. в тюрьме, в лагерях, но и ту шудьбу, ту цену, которую заплатили все их родственники, которые подверглись, естественно, немедленно репрессиям австрийских властей и их, так сказать, местных добровольных помощников. Как были разрушены жизни их семей, как они страдали, и показывает он это глазами, глазами человека 20-го, такого, может, 21-го века, уже с опытом… Он показывает, что, например, лагеря, которые возникали, в которых в начале 20-го века, тогда, в начале корень первой мировой войны, заключали неблагонадёжных сербов в Боснии, он показывает, что такое этот лагерь. И то, что, в общем, то, о чем мы знаем по своей истории, к сожалению, лагерь, он всюду лагерь, всюду страшен. И как он ломает человека. И, наверное, еще очень такой важный момент… Знаете, наверное, многие из нас… Мы читали «Мост на Дрине» Андрича. И мы помним, чем кончается роман, что освободители победно… Да, с боем, но победно прорываются по мосту. И несут свободу своей родине в начале первой мировой. А приём, и очень ценный приём у Пржуля – это постоянный… Это не флэшбекер, но он показывает, что колесо судьбы всегда вращается. И что, да, сегодня победители несут свободу и их встречают цветами. Завтра превосходящий враг выбивает их. И тех, кто их встречал цветами, вылавливают и тащат разбираться. Ну, если они остаются живы, их тащат разбираться. Кого-то встречал и что-то этим хотел сказать. А послезавтра эти освободители, перетерпев самые страшные муки и лишения, они снова приходят и уже куда-то тащат этих добровольных помощников. и то, что вот это колесо всё время крутится. И что, ну, на самом деле, да, вот… Что жизнь… А берёт он её, да, он её, может, берёт в узком сегменте, вот в этих боснийских долинах, в Сараево. Насколько она тяжела, насколько люди, семьи… Они живут друг с другом, но всё время у них набираются друг другу счёты. Тяжёлые счёты. И они их не забывают и не могут забыть. И очень такой тоже бумажный момент он показывает, насколько случайна может быть судьба, насколько вообще случайны какие-то… Да, там, траектория жизни человека, что мусульмане попадают в тетнические отряды случайно. Потому что он поссорился с… Он там поссорился с друзьями и с родными и ушёл с тетниками. И прошёл… Он проходит войну, а серп уходит… Попадает там, скажем, в австрийскую армию или, как в романе «Одни на белом свете» попадает в армию Боснии Гецеговины и пытается делать карьеру там. И насколько всё это непредсказуемо. И что… Какая судьба может… Буквально один неправильный поворот и человек заезжает не на тот КПП. И всё. И через… И через день его труп выкидывают куда-то на какую-то обочину, тоже в какое-то ущелье. С одной стороны, вроде бы, да, ничего личного, но… Сколь ничтожна цена жизни в такой войне, как далеко ожесточение, и как всё равно эти… как всё равно люди через это ожесточение сосуществуют друг с другом. Но сосуществуют очень… как бы сказать поточнее, без розовых очков. И вот этот вот потенциал взаимных счётов, взаимных… как угодно может быть, да, там, ненависти, из чего он набирается, как он набирается, как он влияет на людей. Вот это всё действительно показывает… Жуй показывает… Жуй показывает… и… такое слово, да, наверное, не очень формально, да, на материале, там, события Первой мировой войны, которую он пропускает через себя. Я когда говорю «пропускает через себя», вот, не знаю, для меня, например, было очень интересно, и совершенно неожиданно. Его опыт… Его опыт… городской войны… ему дал совершенно, например, неожиданный взгляд и неожиданно показывает Четников, Четников Первой мировой. Показывает он их как… ну, в том числе, например, как такую ударную пехоту, совершенно… ну, что ли, в чём-то даже новаторскую для Первой мировой войны, просто потому что это люди, которые начали, начинали свой боевой путь в Македонии, и там, например, освоили совершенно, ну, чуть-чуть новаторский до того времени вид боевых действий. Сейчас никому в голову не приходит, что там новаторство, что-то такое. Ручные гранаты. Вот этот вот гранатный бой, то, что это люди… люди были изначально натренированы на… на ближние сражения, не вот, да, там, на какие-то, так сказать, атаки в цепях, в развернутом строю, то, что умели делать регулярные армии. А то… они, оказывается, умели то, чему потом с огромной кровью учились как раз все европейские армии в ходе Первой мировой, во время позиционного тупика, когда постепенно все стали переходить к ударной тактике, маленькие группы, которые вот прокрадываются, сближаются с противником, не идут на него в развернутом строю, а вот действительно подкрадываются там на 20 метров по лунному пейзажу воронок к окопам, забрасывают гранатами, бросаются, захватывают позицию и идут дальше. Это четники, которых показывают… Причем это четники, вот те, кто начинал в Македонии, те, кто… И что он делает тоже такой важный, на мой взгляд, акцент, он показывает добровольцев. Подчеркиваю все время, что вот эти вот… именно вот эти добровольцы, они во многом ценнее, так сказать, людей насильно мобилизованных, потому что они все время чего-то хотят. у них есть какая-то цель в этой войне, и показывает он их… показывает он их жизнь, их… военную жизнь тоже очень, очень трезво, без… без фанфар. Он показывает, насколько все это жестоко, насколько это все тоже… насколько переменчива судьба. сегодня, так сказать… скажем, там… мусульманский… там мусульманский отряд делает засаду начетников, и судьба улыбается четникам, они убеждают своих врагов, а через день попадают в другую засаду. и встречают свою судьбу честно, храбро, понимают, что… а когда, так сказать, уже… для этой группы все становится ясно, вот они… они погибают. и… но… они погибли, но погибли достойно, и… это знают они, это знают их семьи, это знают их враги, и… и в этом они спокойны, если так можно сказать. ну… наверное, подводя некоторые… какой-то, да, пытаясь подвести итог, немножко сумбурное описание моё таких впечатлений от… от романов Пыржуля, наверное, мне кажется, они… это очень полезное… полезное чтение, для того, чтобы понимать… понимать, ну, например, действительно, если там не будем говорить, да, там, о… о событиях, о… о политике, о каком-то развитии в Боснии и Персаговине, вообще шире в бывшей Югославии, на этих землях, а может быть, и для… и в более широком контексте что… что такое вот такая вот война всех против всех, что она несёт человеку, как ему выкручиваться в этом абсолютно… ну, в таком адском мире. Большое спасибо за внимание. если есть вопросы, буду рад ответить. Нет, да? Ещё раз тогда большое спасибо за внимание. Всего хорошего. До свидания.